Стрелок помог свободовцам захватить военную базу на складах, за что Лукаш отблагодарил его и дал наводку на осведомителя. Тот сказал, что поделится информацией, но для начала надо найти секретные документы на той самой захваченной базе. Если видео вам понравится, не забудьте его оценить. Запасайтесь тем, что можно съесть и приятного просмотра. Ну что, продолжаем. Нам нужно отправиться на базу свободы и там найти какие-то документы. При этом я тут в принципе никого больше не вижу из важных персонажей. И знаете, что я думаю? Может нам все-таки забрать какие-то тайнички или нет? А вот не знаю. Я-то думал, что. Я думал, мы прямо сейчас отправимся уже непосредственно в бар. Там я себе найду ящик, сделаю закладку и все будет отлично. И потом уже заберу все тайники и прочее. Но, как оказывается, нет. Ладно, идем к свободовцам. Я на базе. Приступаю к поискам. У вагончики ничего. Тут в принципе тоже в домишке. Неужто в туннель лезть? Просто не очень хочется. Там, по-моему, есть артефакт. Могу ошибаться? А, нет, это просто скелет. Нет. Повторюсь еще раз. Электрические артефакты я еще ни разу не нашел именно в аномалии. Разве что струпов снимал. Но тут какой-то критический урон. О, но тем не менее документы тут. Подбираем. Пронести папку осведомителю. Отлично. Все быстро, без шума и пыли. Папка со списком агентов, которые так или иначе сотрудничали с военными. Да я тебе точно говорю, осведомитель сотрудничал с военными. Возможно, что-то сливал про свободовцев и про других сталкеров. И вот теперь он боится за свою жизнь-то. Свободовцы узнают, отомстят ему. Интересно, я могу ее пойти отдать Лукашу? Вдруг тут есть какая-то вариативность в этом плане? Помните же, Лукаш высказывался как о осведомителе? Что осведомитель такой сякой, и он его не любит совсем? Нет. Жаль. Было бы классно добавить такую вариативность. Приветствую. Был я на базе. Ну и что там? Нашел? Да, нашел. Занимательная папочка. Я краем глаза заглянул туда и кое-что очень важное для себя нашел. Я ведь не просто так сюда пришел. Я ищу брата, с которым мы разминулись довольно давно. Его прозвище Капитан. В той секретной папке я нашел упоминание о нем. И записи эти довольно свежие. От силы им полгода, судя по некоторым датам. Тебе что-нибудь известно об этом человеке? Вообще-то в чужие бумаги совать свой нос как-то неприлично. Ну да ладно, проехали. А насчет твоего Капитана? Считай, что ты его уже нашел. Он недавно присоединился к группировке Долг. Служит у них проводником. Он ведь матерый сталкер. Всю зону вдоль и поперек излазил в свое время. Так что желаю тебе как можно скорее его отыскать. Вот такие дела. Надеюсь я тебе помог. Это самая лучшая новость за все время, что я в зоне. Спасибо тебе огромное за столь важную для меня информацию о брате. Где мне искать эту самую группировку Долг? Насколько мне известно, Долговцы сейчас обосновались в темной долине. Так что как раз через территорию бара туда и попадешь. Правда потом через свалку еще пройтись надо будет. Но это так, мелочи. Сейчас я отмечу на твоем ПДП переход на территорию бара. И как обещал, дам тебе рецепт трансмутации один. Пригодится. Спасибо, ты действительно справочная служба зоны. Может еще что-нибудь полезное посоветуешь? Ну хорошо, дам я тебе бесплатно одну ценную информацию. Обитает в зоне в туннеле на агропроме один человек, колдун. Занимается он черной магией. И самое интересное то, что он может воскрешать умерших. Так что если тебе понадобится вернуть кого-то к жизни, то ищи колдуна на агропроме. Ну спасибо за информацию. Надеюсь мне не придется пользоваться услугами черной магии. Вот так вот новый путь появился у нас. В бар? Но могу ли я тебе еще чем-то помочь? Да, можешь. Есть еще одно дело срочное. Тут ребята-дигеры на радаре в беду попали. Кто-то их нычку обворовал. Они теперь совсем без еды, без медикаментов сидят. Что от меня требуется? Да в общем-то все просто. Что надо я для них соберу. На первое время хватит. Твоя задача отнести им посылку. Координаты группы я тебе сообщу. Заодно и переход с армейских складов на радар покажу. Пригодится впоследствии, небось. Не, ну по идее это полезно, да? Ладно, скидывай координаты и я пошел. Надо спешить. Схожу на радар, ребятам помогу. Заодно по дороге и артов для себя пособираю. Говорят их там много, типа клондайк. Ну, а уж потом в бар рвану. Может хоть там немного отдохнуть удастся. А потом пойду познакомлюсь с долговцами. И надеюсь, что встречу там своего брата. Ммм, то есть он мне все скинул. Я надеюсь, а, и я на перегрузе. Шикарно. Или нет, могу двигаться. В общем-то я бы сюда, пожалуй, что-то сбросил. Наверное, все части мутантов. Мне кажется, что они их не заберут. Что-то я вот... Вроде говорили, что присутствует воровство в этом моде из ящиков. Но я ни разу не заметил, чтобы у меня что-то своровали. Поэтому давай все-таки сюда что-то уберу, да? Потом вернусь и все заберу. Не переживайте, ребят. Ничего у меня не украдут. А если украдут, то... Да я даже не знаю. Что мне еще с этим делать? Отнести диггерам продукты и аптечки. 5 аптечек обычных, 5 палок колбасы, 5 бутылок водки и 5 банок консервов. Ага, подожди. А я убрал какую-то водку. 5 аптечек обычных есть? Есть. 5 консерв есть, 5 колбасы есть. 5 бутылок водки есть. Про батоны информации не было. Так, тут есть еще какая-то информация, как в зоне подзаработать. Это, по-моему, вообще из оригинала фраза. Привет, как жизнь торговит слухами? Ну, не только слухами. Давай я к делу, что принес? А, ПДА можно принести, да? Ну, ПДА у меня как таковых нет. Я их как раз-таки продал. Перед тем, как отправиться сюда. А мне их было там около 15, что ли. Пригодилось бы. Ну, ладно, ничего страшного, ребят. Не грустите. Кстати, с помощью этой гравипушки я могу, в принципе, притягивать все, что движется, получается, да? Да, даже вот баллон, допустим. А ну-ка, он взорвется? Да нет, не взрывается, к сожалению. Воу, да нет, рванул еще как. Вот это да, представляешь, что можно с этим делать? Странно, что сталкеров не притягивает. Опа, бочку тоже притянул. Ладно, мы сейчас и правда давай пойдем с тобой на радар. Килограммы вроде более-менее особо у меня не кончаются, хотя еще кое-что я бы убрал и уже на радаре встретимся. Я на радаре. Как нам подсказали, тут очень много артефактов. Не знаю, насколько это правда, но проверим. Блокпост пустой. Ух ты, куча ящиков. Из них даже что-то падает. Аптечка одна даже. Вот такой артефакт выпал, слезняк. Кто-то появился и это зомби. У-у-у. Радар-то ведь не работает или работает. Ну, по крайней мере, на меня никакие фантомы не бегут. Понял. Зомбарь меня встречает. Ну и с этой пушки тоже можно, в принципе, пострелять. Но ее отдача мне вообще не нравится. У этого экзоскелет поврежденный причем, так что это нам точно не нужно. Нормально. Артефакты. Скорее всего, надо в лес идти, чтобы там какой-то кламдайк найти условный. Ну, слушай, я бы не сказал, что на радаре прям так опасно. Стая собак, один зомбарь. Это что ли диггерам угрожает? Еще зобби? Нет, это уже военные. А, ну вот это да. Ух ты, там с РПГ кто-то начал стрелять. Дура с РПГ, смотри. Только не стреляй, дед. Стрельнет ведь рано или поздно. Ой, граната опять. Ну, конечно, а как же. Так, ну вроде я основную массу военных убил. Пойдем проверим. Вот она лежит. Красавчик, блин. А вот и РПГ. Много весит, да? Гранатомет, РПГ. Да, весит много. Так еще и он сломан в ноль, потому же нет в нем зарядов. А вот у этого человека есть. Странно, его броня. Да, 160 тысяч стоит. Тогда как моя 70. Ох, у него еще и новая гроза. Ну, конечно, он с РПГ стрелял все время. Всех обыскиваем и идем далее. Кстати, знаете, что получается я могу сделать? Обыскать труп, допустим. Спрятать в него что-то, что мне нельзя нести из-за перегруза. Далее взять гравипушку, притянуть его и идти. Я, конечно, бегать не могу, но я могу сделать вот так вот. Потом подбежать, взять его снова. Снова сделать вот так вот и бежать туда, куда мне надо. Ой, тут уже не могу притянуть, кстати. Опа, там еще у нас военные получается, да? Да, их очень много причем. Ой-ой-ой, тут аномалии. Да, мы, наверное, тоже им гранату кинем, раз она такая хорошая. А ну-ка. Оп. Давай-ка. Ну, не знаю, кого-то вроде замочил. А, так там кто? А вдруг они с кем-то перестреливались, потому что военные ко мне были спиной. Этих неизвестных людей я мог сейчас только что позорвать. Видишь, они прям целятся. Мне становится страшно. Так, смотрим. Кто же там? Вот они в эту сторону целились. А, зомби, ясно. Ну, зомби мне особо не интересно. Конечно, из них тоже может что-то интересное выбрать. Так, в смысле? Почему у меня критический урон только что был? Давай не надо. У меня, между прочим, шлем с пси-защитой. Ого. Не, ну, конечно, у меня перегруз серьезный. Я отдам и еду ребятам. И сильно разгружусь из-за этого. Но пока. Так, а я обратно? Да, обратно я смогу перейти. Все хорошо. Подхожу к базе. И как будет лучше пройти? Через дырочку или все-таки через парадный? Давай через дырочку. Сейчас приду, а там все вырезаны. И контролер какой-то над их останками сидит. Это был бы такой поворот серьезный. Сос, нарадали, зажали. Несу раненого, Ярик Бурбон. Мужики, вручайте. Ага. Там раненые валяются, кстати. Они все. Так, мужики. Вы что все валяетесь? Поменяемся. В смысле? А что мне с ними делать? Свиблов мне, скорее всего, нужен. Свиблов тут ты? Где Свиблов? Это все такие. Ярик Бурбон говорит, несу раненого, сам и раненым валяется. Короче, мне нужен главарь. Что-то я не пойму, где валяется самый главный. В доме, что ли? Да нет. Зато тут радио лежит. Ну, конечно. Как без него? А, так ты тут? А, так вы друг в друге. Вы сямские бездельцы, получается. Тю. Кто это вас так? Да лучше не спрашивай. Всякое я видел, но такого. Кровосос, но такой могучий. Мы в него из шести стволов, а ему хоть бы хны. Хорошо он сытый был. Убивать нас не стал. Так, помучал мальца. Вот зараза. Что Зона с ними делает? Это не монстры, а терминаторы какие-то. Ладно. Ну, а ты-то, сталкер, что тут делаешь? А, да, совсем забыл. Я тут по поручению осведомителя. Он тут для вас кое-что собрал. Говорит, вас обворовали на медни. Ну, тут немного. Продукты, аптечки, водка. А, вообще, я в зоне ищу брата. Капитаном кличут. Потерялись мы с ним много времени назад. Не слышал ли ты чего о сталкере по прозвищу капитана и его команде? Нет. Про такого сталкера я ничего не слышал. Так что извини. А тебе спасибо, выручил ты нас сильно. Чем бы тебя отблагодарить? А, вот есть кое-что. Возьми. Мы тут чей-то схрон оружие нашли. Патронами рожились. Мне натовских, потому что у меня пушка, которая стреляет натовски, а патронов нет. 5.56. Вот, супер. Теперь у нас... Да, в принципе, не особо-то их много стало, если честно, но... Ну, пусть будут, чем не будут. Ну, что, раз я забрел в такую глухомань, может, найдется работенка для меня? Как насчет поохотиться? Это не на того ли кровососа, который чуть вас не порвал на лоскуты? На него родимого? Или боишься? Хочу из него чучело себе на память сделать. Да нет, не боюсь. А где его искать? Да здесь он, недалеко шивается. Давай я тебе на него метку скину. Убьешь тварь, тащит уши у этой скотины, мутировавшей ко мне. А и что на примете? Слизь и голову тушканчика. А голову тушканчика я как раз-таки оставил. Зато и слиз... А, это слизняк. О, какой. Так, ну давайте мы аптечки. Я не знаю, ребята, у меня у самого аптечек не особо-то и много. Я их не очень хочу поднимать. Может, они сами поднимутся как-то, нет? Ладно, пойдем завалим кровососом. Говорят, он очень сильный. Аномалию в него кидать? Честно, не очень хочется. Артефакты тратить. Хотя, я их особо-то и не трачу. Трансмутации не делаю никакие. А ведь стоило бы. Там, говорят, очень хорошие артефакты могут получиться. Ладно, во-первых, смотрим в бинокль. И никого не видим. А, так мне не получится его аномалию убить. Мне же надо его тело притащить. Правильно? Правильно. А, вон стоит. Ну что тут можно сказать? Можно попробовать кинуть с него гранату. А ну-ка, лови-ка. Так. О, какая красота. Притащить труп кровососа. Сделаем. Значит, во-первых, забираем щупальца. Обычно. Ну, при чем кровосос? Смотри. Он руки сзади так поставил, как будто его связали. Пошли, братишка. Причем, смотри. Он стой как идет. И когда я присажусь, он идет быстрее, чем стой. Это странно. Хопа. Смотри, смотри, какой. У, какой красавчик. Шипы какие-то на спине там. А, еще можно вот так тащить. Чем тебе? Не способ транспортировки. Братишка лежит, а ты его вот так вот ширяешь. Вот так тебе за то, что сталкеров наших бил. Дурил картонно. Ты их чуть не убил. Ты в курсе? Вот так. А, еще знаешь, что можно сделать? А, еще вот так. Прокатись, прокатись, маленький. Как тебе, а? Супер, вообще, да? У, какая красота. А может мне тебя маленько пожарить в аномалии? Что ты по этому поводу скажешь? А? Ну-ка, ну-ка, давай-ка, давай-ка. Поджарь его. А, я еще и себя ударил, да, получается? Ну, зато этого дурачка наказал. Братаны, ну вот он. Надо? С вами тут полежит. Ну и чего? Я его принес вообще-то. Притащить. А я же притащил, алло. Куда притащить-то тогда? Эй, дело сделано, дед. Может, ему аптечку дать? А, я не того вылечил. Ну, понятно, сейчас все аптечки потрачу на них. Ну, хоть остальных-то поднимите тогда. О, вроде поднимают. Ну, вот одного бы надо было поднять, я бы остальных поджар поднял. А вот это, как вы будете поднимать левитирующего? Ооо, ооо. Ты куда? Ох-хо-хо, ты чего? Ты об него трешься своими со... Ну, как бы, чем? Грузию своей об него ты трешься. Братишка. Что ты делаешь? А тут еще и кайфует, стонет. Ооо. Так, это уже 18 плюс контент. Не зря одного зовут шахтера, другого мишень. Так, давай уже вставай, ты надоел. Так, мне 18 плюс контента еще не хватало, чтобы повесили. А тут сразу убежал. Э, это не я. Я в шоке с вас, пацаны. Ну, ладно. Ну, и чего? А, это нужно конкретно сюда, что ли, кровососа протащить, да? Потому что он по скрептам тут должен быть. Ну, ладно, давай. Если он не пропал. Ооо, ну. Как сказать тут? Ой, тут походу все плохо, да? Он застрял. В текстуре. О, нормально. Так, дед, я тебе его принес. Смотри, какая балерина. Ой, какой красавчик, как выгибается. А ну-ка. Смотри, какая тень страшная на стене. О, какой. Он тебе просил передать, что он у твоих ног. Спасибо не говори. В этом тебе помог стрелок. Его и благодари. Вопрос есть? Мать, ну и зверюга. Еле справился. Тсс, одной гранатой. Во-во, и я про тоже. Как ты с ним справился? До сих пор не понимаю. Да уж, повозиться пришлось. Ладно, вот туша, принимай работу. Здоровый буйвол, и воняет зараза. Ну да ладно. Вот, возьми аптечку немного. Что дальше? Я думаю, надо поймать того ублюдка, который у нас спер вещи из нычки. Это как? Да, очень просто. Смотри, я положил немного хабара в наш схрон. А ты, как туда придешь, засядешь рядом. Так как воровать кроме своих некому, то я соберу всех своих и расскажу им об этом схроне. Раскрыса среди нас, то наверняка пойдет еще раз на воровство. Но там, там я надеюсь на тебя, брат. Свиблов, я не подведу. Вот оно как. А сам отправляюсь куда? Вот сюда, в лес прям. У меня взрыв 66 минус 40. Может поэтому меня так граната жестко убивает? Вообще да, у меня две души, и они не очень-то и нужны, когда у меня здоровье полное. А эти артефакты особо мне ничего такого плохого не дают. Ну что ж, пойдем. Как вы думаете, кто вор по-вашему? Ну шахтеры, мишени, с ними все уже понятно. А остальные? А, так тут выносливость мне это давал, да? Ну да. Сейчас она у меня чересчур быстро кончается. Я сейчас попытаюсь сделать себе артефакт. Вот электро, вот капля. Можно сделать слезы электры. Капля помещается в аномалию электры, полученный модификацию слезы электры, выводит из человека радиацию, и также немного снимает усталость. А сколько она делается-то, я не понял, там написано? Не написано, сколько она делается. Может сразу, но это вряд ли. Сейчас она дает выносливость минус, а слезы электры должны будут на выносливость плюс давать. Так еще и радиацию выводить. Ну давай попробуем. Выбрасываем. Не понял, где она? Так, где артефакт? Я нажал выбросить, и он исчез. Ты прикинь, короче, когда я выбрасываю артефакт, он исчезает. Вот это я заметил. Это что за... А, вот он! Нет, стой-стой-стой-стой, дед, ты куда полетел? То есть он взлетает в воздух, что ли? Да, ушки, ладно, погнали. Это просто очень странно. Все. Значит, запоминаем электру. Самое последнее в этом проходе. Выкидываем. Стой-стой-стой, это мой артефакт, куда ты его взял? Так, ну и чего? Пробуем в электру его покласть. А ну-ка. Ну и чего? Да нет, по-моему, надо его прямо именно в электру, да? И чего? И? Ну и чего, он модифицируется, или как это сделать-то, пацаны? Я не знаю, давай, наверное, оставим. Скорее всего, он модифицируется. Или он уже модифицировался, я не понял. Смотри, он синий какой-то стал. Нет, это все еще капли, это не слез электры. Ладно, пойдем далее. Я не знаю, правильно ли я сделал. Может, надо было именно выкинуть из инвентаря, прям, да? Стоять рядом с аномалией и выкинуть. Потому что в каком-то моде было именно так. Тогда там артефакт исчезал, и потом появлялся более улучшенный. Не знаю, не знаю. Ладно, пойдем посмотрим уже. Спустя время вернемся и проверим. Пройти нам надо в эту сторону. Опа, а тут электро, как я пройду? Не понял. Это защита, чтобы я тут не прошел, типа? Ну, у меня вообще защиты от электро сейчас получается нет. Нет, для меня для электрошока вообще ничего нет. Да, ты ты серьезно, что ли, мне обходись? Я вообще не хочу. Ага, 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 вроде прошел, и меня даже ни разу не ударило. Вообще здорово. Мне нужно, ну да, потихоньку пойдем. Опа, что это за артефакт тут? Еще и ручить кто-то. Это у нас рубиновая батарейка опять? Ну да. Которая дает радиацию минус 15%, зато все остальное... А, вот ага, рубиновая батарейка как раз-таки плюс электрошок и дает. Ну, теперь у меня их две. Ни много, ни мало. Теперь еще электрошок и плюс 10. Вообще шикарно. Ну, кстати, никакого клондайка я так и не нашел. Конечно, я не особо-то искал, но что-то как-то не знаю прям. Так, все, я на месте, тут надо сделать засаду где-то. Да опять тут радиация, что ты будешь делать? Ты на месте, не стреляй, дам сигнал. Не подавай, не попадай себе на глаза. В смысле, там, там костолом? Вы что думаете, я дурачок? А, или это... Ага, ясно. Ясно. Братишка, тебе нормально? Сколько в тебя можно попадать? Ясно, я спалился, короче. В общем, на глаза я не попался этому человеку, а это у нас Федя-разбойник некто. В общем, наверное, надо сделать так, чтобы Федя-разбойник не убивал снорков. Вернее, чтобы снорки его не убили. Но пока он меня не видел, еще раз говорю. Поймать предателя, уничтожить вор и попался в Алиеву. Привет, братишка, как дела? Ага. Обновлено поговорить со Свибловым. Выполнено, теперь надо вернуться, в общем-то. О, какой гад, а? Что он там нашел, интересно? А, ничего. А где же за очки? Алмазный колобок, смотри. Он шикарен. Я это могу забрать? Ну, да, возьмем, а там уже посмотрим. Возвращаемся. А это что такое? Кемерон. А где я его взял, ребят? Я сейчас не понял, откуда я его взял. Загадочный амулет первого порядка. Если его повесить на поезд, то владелец получит 10% защиты от электрошока. И я от разрывов немного радиоактивен. Так, это, конечно, все хорошо. Но откуда я это все взял? Не знаю. Ну что, пробуем пропрыгнуть? Опять. Хоба. Так, все получилось, все отлично. Без паники. Так, а тут ничего нет, ребята, артефакта. Или он тут был? А, не, он дальше был. Ты что, не гони. Напугал. Мой артефактик вот что-то вышел, да, из аномалии. Капля. Это капля была, капля и осталась. Ну, а как же сделать, чтобы он работал-то? Давай прямо вот тебе, смотри. Очень рядом с аномалией стою. Развернусь задом. Он из зада же упадает, да, вроде как? Выбросить. А-а-а. Ну, да, я так и предполагал. Надо именно выкинуть. Насиграве пушкой поместить нельзя. Хорошо, пусть будет. Его пока нет. Скорее всего, он какое-то время готовится. Почему-то не написали, какое именно. Ну, ладно. Приветствую тебя, Свиблов. О, наш спаситель. Кстати, а как тебя зовут-то? Стрелка у меня зовут. Стрелок так стрелок. Как там дело наше? Обстрелял все по-тихому. Некий федеразбойник. Ах ты чертяка. Я тоже подозревал его, но доказательств не было. Ладно, благодарю за службу. Да, вот твоя награда. Снайперская винтовка Тихарь. Ребята где-то раскопали. Гляди, хорошая штука. Патронов снайперских пачку тебе тоже выдам. Эх, за карабин спасибо. Да, кстати, я снял с шеи у этого федеразбойника какой-то старинный амулет. Очень странная вещь. Хочу тебе сказать. Вот, посмотри. Не узнаешь, что это за штуковина? Да, вещица любопытная. Фонит немного, но он явно имеет какое-то защитное свойство. Ты знаешь что? Покажи этот амулет страннику. Вон он у стены стоит. Недавно из рейда вернулся. Он наверняка знает, что это за вещь такая. Окей, давай ему и награду, и я пойду покажу амулет страннику. Мгм, значит подойти к страннику, но, ребята, можно спросить еще работы. Я двигаться-двигаться могу? Да-а-а. Ты прикинь, это вообще какая-то старая пушка. Ну, у него, кстати, почти нет раскачки. Можно довольно-таки нормально стрелять. Ладно. Есть еще работа, а то я пошел. Есть, конечно. Куда же без работы? Надо будет спуститься в бункер и перетащить оттуда. Да, в общем, тащи все, что тащится. Ммм, задание немного расплывчатое. Можно уточнить, что именно? А то, может, и столы со стульями тебе нужны. По идее, все, что нам нужно, это системник от компьютера. Но, возможно, там еще будут какие-либо документы до бумажного носителя. Так вот, если будут, тащи их сюда тоже. Все понял, уже выполняю. Вот оно как, ты прикинь. Ладно, попробуем. Мне бы только ящик куда... Сейчас их бы разбагрить, а то я на перегрузе. Вечно у меня перегруз, а? Приветствую тебя, странник. Свиблов сказал, что ты можешь подсказать насчет одной любопытной вещицы. И тебе доброго дня, сталкер. Что за вещь показывай? Вот, смотри, амулет какой-то. Фонит немного, правда. Очень редкая штуковина, скажу я тебе. И очень ценная. И я даже знаю, что это такое и для чего. Ну, говори же, не томи. Значит так. Этот амулет один из шести древних магических амулетов. Я видел похожий у одного старого Диггера в Припяти. Он-то мне и рассказал историю про эти амулеты. Короче, как я уже сказал, амулетов этих всего шесть. То, что у тебя, это амулет первого порядка. А то, что я видел у Диггера, был амулетом третьего порядка. Диггер тот ушлый мужик был. С какими-то молодыми сталкерами. Охотился за всякими необычными и редкими вещами. И загадками зоны. Вот они как раз в то время и искали по всей зоне эти самые амулеты. Он мне показал один амулет и рисунки остальных. Асканированные из какой-то древней книги. Просил, если обнаружу такие, то чтоб к нему нес. А он обещал хорошо заплатить. Откуда эти древние языческие амулеты взялись в зоне, он не сказал. Так-так, интересно. И чем же эти амулеты так ценны? Каждый сам по себе особой ценности не представляет. Но вот если собрать все шесть, то тогда произойдет процесс катализации. И эти шесть амулетов превратятся в амулет оберег, который удваивает защитные свойства всех шести вместе взятых. А кроме этого прибавляет еще что-то свое. И еще он абсолютно не радиоактивен. Пять порядковых амулетов имеют различные защитные свойства. А шестой является как раз тем самым катализатором, который и привезет в действие древнюю магию. Короче, если собрать все шесть порядковых амулетов, то можно получить уникальный защитный амулет. Повесив на свой пояс, его владелец получит очень большую защиту от повреждения различного характера. Ну и дела, мистика какая-то. Как-то слабо верится во все это. А ты попробуй найти все шесть амулетов и проверь. Я смотрю, ты и малый, и ушлый, и любопытный. Тем более, что Диггер тот из Припяти, говорят, помер недавно при странных обстоятельствах. Где точно? Не знаю. Но говорят, что последний раз его где-то в центре Припяти видели. Так что некому больше секреты зоны разведывать. Может, ты отыщешь его когда? Точнее, что от него осталось, конечно. Вдруг и амулет тот при нем окажется. Кстати, люди говорят, что один из его напарников еще один амулет вроде бы отыскал. Но и он, бедолага, тоже сгинул где-то на янтаре, в лаборатории Х-16, когда уже почти вышел из нее по подземным катакомбам. То ли на монстра какого нарвался, то ли еще чего. Еще один обладатель амулета, по слухам, был не чист на руку. Промышлял он тем, что предлагал услугу по поиску редких артефактов. Брал со сталкеров предоплату, а работу частенько не делал. Кидал, короче, был. За это и поплатился. Его самого потом кинули. Заказали принести что-то из деревни кровососов и дали специальный испорченный калаш. Клинило ствол неслабо после пяти выстрелов. Вот там в кровососовке он не смог отбиться от упырей. Порвали его на части. А мужик тот смело, говорят, был. Так что, возможно, в той деревне на армейских складах и лежит еще один амулет. Места там безлюдные, поэтому шанс найти есть. Где другие амулеты искать, я не знаю. Короче, дерзай, стрелок. А я тебе на ПДА описание всех шести амулетов скину на всякий случай. Заинтриговал ты меня, странник. Спасибо за ценную информацию. Теперь не будет мне покоя, пока все шесть амулетов не соберу. Вот так вот, ребятушки. Какие-то у нас загадки, мистика и прочее. Но мы с тобой сейчас спустимся в лабораторию. И будем там что-то искать. Тем временем записи уже идет достаточно много. Я-то думал, мы сегодня пойдем в бар. Но оказывается, что все же нет. До бара нам не дойти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok